14 декабря 2002 года в тюрьме номер 2 города Сарикамска, Пермского края, умер Салман Радуев, знаменитый чеченский командир, герой сопротивления. Тогда было объявлено, что его смерть наступила от естественных причин, то есть от кровоизлияния внутренних. Но уже тогда и родственникам, и многим другим людям это показалось подозрительным. Потому что такими заболеваниями он не страдал. И на прошлой неделе я получила письмо от заключенного, которое подтверждает факт насильственной смерти Салмана. Этот человек написал мне, что он в свое время сидел в пересыльной тюрьме с другим заключенным, который в свою очередь провел последние дни жизни Салмана вместе с ним в одной камере. И он говорил, что за некоторое время до того, как Салман умер, его начали... по ночам его выводили из камеры и очень сильно избивали. Так что даже были слышны крики у него в камере. И потом его обратно закидывали. Он был весь избитый, все тело было в синяках. И последнюю ночь перед его смертью его тоже вывели из камеры. Он был уже еле живой. И потом обратно его не завели. И сообщили, что он умер от кровоизлияния. И когда... ну этот человек, который мне написал, он спросил своего сокамерника, как бы, а почему, за что его избивали, в чем была причина. Сказали, что от него требовали показаний против Ахмеда Закаева, который тогда... ну он сейчас находится в Лондоне. И тогда требовали его экстрадиции в России, чтобы собрать документы, необходимые для экстрадиции, требовали показаний от Салмана. Но Салман отказался дать эти показания. И за что был забит до смерти, умер от побоев. И вот такое письмо я получила, которое подтверждает все то, что... И раньше я слышала, получала частичную информацию от других людей. И этот рассказ, как бы, он все собрал воедино. И я бы хотела, чтобы было возобновлено расследование по факту смерти Салмана. Это тогда этого расследования требовала организация международной амнистии, но это требование ничем не увенчалось успехом, и потом про это забыли. Я бы очень хотела, чтобы опять это расследование было возобновлено, и были установлены имена людей, которые отдавали приказ о пытках, примененных к Салману, и о том, кто исполнял этот приказ, кто избивал его. И чтобы эти люди, имена их стали известны, и они понесли соответствующее заслуженное наказание. Потому что фактически беззаконно был убит в тюрьме человек, без суда, без какого-либо приговора, просто убили человека. Я бы очень хотела, чтобы эти люди были наказаны. Поэтому я прошу и международную, и российскую общественность поднять этот вопрос и требовать на наказание для виновных. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok